добрый день дорогие друзья я приветствую вас на своем канале и сегодня я хочу поделиться рецептом заготовки на зиму очень вкусное лечо делаю я его с морковкой помощник у меня вот здесь вот мявкает напоминает о себе и для леча я выбираю красивые болгарские перцы с толстой стеночкой обязательно из тонких лечо получается не такое вкусное можно взять одни красные перцы но я люблю когда лечо цветное поэтому беру еще и желтые и оранжевые перчики здесь у меня два с половиной в среднем килограмма около трех и два с половиной килограмма помидор также две морковки головка чеснока небольшая головка перец это приправы уже до которые добавляются соль сахар нам нужен будет лавровый лист и уксус уксус 9 процентный мы почистили перчики очистили до семечек и нарезаем их нарезать можно кубиками мелкими кубиками крупными можно длинными вот такими язычками закрывать но я делаю такого среднего размера кубики не мелкие не крупные они красиво смотрятся в банке их очень удобно кушать вот таким вот образом вот я приготовил уже кастрюлю вот все складываю сейчас режу и складываю в кастрюлю и начинаю заниматься томатом томат я перекручиваю на мясорубке вот томат у нас уже готов теперь натираем морковку я тру морковку на обычной терке очищаем ее и вот так вдоль на терке тру чтобы натертая морковь была длинненькая тогда она красиво смотрится в банке в принципе даже если она будет мягкая она все равно даст свой вкус и лечо будет с таким сладковатым морковным привкусом вот видите она такая длинненькая у меня получилось все это я укладываю в кастрюлю и ставлю на огонь добавляем морковку огонь у меня уже включен уже там томат начинает закипать хорошо размешиваем все это и в этот момент добавляем соль и сахар на то количество которое сегодня я взяла я добавил одну столовую ложку соли одну столовую ложку сахара то есть это в среднем где-то на 3 литра продукции сюда же я добавляю чеснок а лавровый лист который перед закруткой я достану из лечо и добавляю 7-8 штук горошин черного перца солью и сахаром здесь очень удобно не переборщишь потому что можно все время пробовать и поэтому в процессе приготовления вы можете пробовать лечо и добавлять того или иного что вам больше захочется хотите слоней добавьте соль и хотите послаще добавьте сахару но по одной столовой ложке в общем то достаточно я приготовила уже баночки я залила кипятком крышки банки прогрела над паром и в принципе да вот лечо уже кипит где-то в среднем 30 минут я даю ему покипеть потому что сильно сырые хрустящие перцы не люблю но и такие уже разваленные как квашна тоже невкусно поэтому нужно постоянно пробовать и как только они практически будут готовы нужно уже разливать по баночкам и закрывать крышками после того перед тем как разливать по банкам да прям перед разливом я вытаскиваю лавровый лист и добавляю растительное масло то есть среднем где-то 40 50 миллиграмм растительного масла у меня в данном случае горчичное масло вы можете использовать подсолнечное оливковое вливаем так в лечо и добавляем 9 процентный уксус столовый в принципе какое-то время раньше я томата делала даже не добавляла уксус сейчас стала добавлять вот так для подстраховки чтобы хорошо хранить абсолютно не чувствуется лечо будет все равно вкусное великолепное но а какие-то вредные бактерии мы уже убьем чтобы наша заключенная продукция хорошо хранилась зимой уксуса я добавляю 40 миллилитров тоже так 40 50 это из расчета вот на 3 литра которые у меня здесь кастрюле хорошо перемешиваем доводим снова до кипения то есть начинаем разливать лечо по банкам тогда когда оно кипит и закатываем крышечками и вот получилось у меня из вот трех литров 5 банок пол-литровых лечо ну может быть там чуть поменьше чем 3 литра вот очень красивые целые кусочки сейчас я все это укрываю ставлю под шубу и друзья мои рекомендую вам на сегодня все пока пока будьте здоровы с вами была Мария